Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники НГИМО, прошли первые недели самоизоляции. Возможно, на начальном этапе многие находили плюсы в том, что не надо тратить время на дорогу, или в том, что можно внепланово больше времени проводить с родными и близкими. Вместе с тем, все уже ощутили сложности этого периода и новые условия дистанционного обучения. Но главное, что оно продолжается. Теперь наступила ситуация, когда необходимое изолирование на период карантина. Вносит более длительные корректировки в привычную нам жизнь. Жизнь замедлилась, и появилась необходимость адаптироваться в новых условиях, вырабатывать новые привычки и способы действия. В данный период важно следовать определенным правилам, чтобы избежать срывов и затяжных стрессов. Из всего многообразия советов от психологов и экспертов со всего мира для того, чтобы эффективно справляться с вынужденной самоизоляцией, можно выбрать следующее. Не требуйте от себя подвигов. Делайте необходимое. Мысленно отмечайте каждое сделанное дело, даже мелкое. Хвалите себя. Не пытайтесь выполнять все задачи и делать все подряд без перерыва. Возможность взять паузу, замедлиться, присмотреться к своим потребностям, внутренним процессам и ресурсам – необходимая составляющая саморегуляции. Именно поэтому период ограничения нашей интенсивной активности во внешнем мире способствует саморазвитию и учит дружить с самим собой. Заботьтесь о себе. Следите за своим ментальным и физическим здоровьем, гигиеной и сном. Соблюдайте здоровый режим дня. Соблюдайте определенный и фиксированный график сна бодрствования. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Желательно, чтобы время засыпания было не позже часа ночи, оптимально в интервале с 11-12 часов ночи. Не увеличивайте общее время сна за сутки. Оптимальная его продолжительность – 7,5-9 часов. Старайтесь избегать дневного сна. В крайнем случае он должен быть не более 30 минут и не позже 4 часов вечера. Ежедневно занимайтесь физической нагрузкой. Не менее 30 минут. Это можно делать даже в квартире. Например, делать растяжку, упражнения с гантелями, приседать, отжиматься, прыгать на скакалке. Можете даже танцевать. Избегайте употребления алкоголя. Это же касается курения. Для поддержания стабильного эмоционального состояния ограничивайте поток новостей, особенно гнетущих. Выбирайте источник, которому доверяете. Остальное старайтесь пропускать мимо. Также, чтобы снижать беспокойство, подумайте о том, что сейчас точно в зоне вашего контроля. Например, если у вас появилось время прочитать новую статью, читайте. Нужно составить список продуктов, запишите. Определите, какие места и моменты в вашем распорядке дня максимально предсказуемы и надежны. Опирайтесь на них, чтобы подзарядиться эмоционально. Например, это может быть время приготовления еды или физические упражнения. Не стоит концентрироваться только на проблемах. Лучше потратить время на поисках решений. Одним из способов поддержать баланс в период самоизоляции является ведение дневника. Когда дни сливаются в общую массу, дневник позволяет это исправить и сконцентрироваться на вопросах, кто вы есть и что вы считаете самым важным в своей жизни. Старайтесь сделать так, чтобы каждый день был связан с чем-то приятным. Слушайте музыку, поднимающую вам настроение. Читайте книги, которые вы всегда откладывали. Подумайте, чем бы вы хотели заниматься. Попробуйте это. Продолжайте следовать учебному процессу, выполнять в своем ритме необходимые задания. Концентрация на учебных и рабочих задачах помогает отвлечься от лишнего беспокойства и помогает структурировать ваш день. Сейчас в ваших силах идти по своему, выстроенному в новых обстоятельствах плану. Но помните про отдых, про свою потребность в нем. Для того, чтобы продуктивно работать, нужно хорошо отдыхать. Сложно это сделать, когда на вас огромное количество задач. Попробуйте договориться с партнером, родственником, детьми, выделять друг другу свободное время. Оговаривайте свое личное время, но не только на занятия, но и на отдых. Так вы убережете себя от лишних конфликтов. Развивайте навыки коммуникации. Поддерживайте контакты со своими друзьями и однокурсниками дистанционно. Обменивайтесь своими новостями и ощущениями. Обращайте внимание на то, как чувствуют себя люди непосредственно рядом с вами. Эмоциональное состояние одного будет влиять на то, как чувствуют себя остальные. Предлагайте и принимайте помощь. Доносите свои мысли так, чтобы вас понимали и активно слушайте. В случае, если вы не можете активно участвовать в диалоге или слушать о проблемах других людей, предупредите их и попробуйте перенести разговор. Сейчас желательно соблюдать баланс в общении с людьми, с которыми вы проживаете, находить возможность уединяться и брать паузы во взаимодействии с ними. Обсуждайте ситуации, когда ваше или чье-то поведение было не таким, как это ожидалось. Не бойтесь признавать свои ошибки. Старайтесь держать под контролем свой уровень стресса и не обрушивать свою панику или злость на других людей. Сопереживания и дружелюбие будут спасать вас не только в это время, но и после завершения карантина. Помните главное правило – думай, потом делай. В стрессовый период мы часто можем поддаться импульсивным поступкам. Перед тяжелым или важным решением подышите и постарайтесь оценить ситуацию рационально, искать компромиссы и поступать дипломатично. Желаем всем здоровья и бодрости духа! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!